МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С вами программа День города. Марина Романюк на ваших экранах. Смотрите в выпуске. На носу экзамены и особенности проведения государственной итоговой аттестации из первых уст. В этом году государственная итоговая аттестация пройдет в три этапа. Досрочный, основной и дополнительный. Досрочный уже прошел. На него записались пять человек. Об особенностях остальных двух этапов расскажем далее. Рязанская область к сдаче государственной итоговой аттестации готова. Об этом рассказала министр образования Рязанской области Ольга Щетинкина. Пройдет аттестация в три периода. Досрочный, основной и дополнительный. Основной период в этом году будет проходить для девятых классов с 21 мая по 2 июля. Для одиннадцатых классов с 23 мая по 21 июня. В этом году пересдать один из предметов можно по выбору, если результат выпускника не устроит. Вначале нужно написать заявление, которое отменяет предыдущий результат. Пересдать один из предметов можно 4 или 5 июля. В этом году мы работаем по новому порядку, который вступил в действие с 1 сентября 2023 года. Какие основные изменения были в порядке проведения экзамена? Прежде всего, были изменены сроки проведения итогового собеседования в девятых классах и итогового сочинения в одиннадцатых классах, которые являются допуском к участию в государственной итоговой аттестации. На сегодняшний день все эти мероприятия выполнены. Чтобы получить аттестат, девятикласснику нужно сдать 4 предмета, 2 из которых обязательные. Самые частые предметы, которые ребята выбирают – общество, знание, информатика и география. У одиннадцатиклассников проще – нужно сдать 2 обязательных экзамена. Русский язык – минимально набрать 24 балла. И математика – проходной 27 баллов. По желанию, базовую математику можно заменить на профильную. В регионе такое желание выразили больше 30 человек. Всего же в Рязани области ГИА сдают больше 11 тысяч девятиклассников и 4 тысячи одиннадцатиклассников. Приемная же комиссия стартует с 20 июня. 15 мая ежегодно отмечают Международный день семей. В нашем регионе семей с детьми более 120 тысяч, 37 тысяч – многодетных. В нашем регионе существует общественное движение, объединяющее тех, кто воспитывает трех и более чат. Чем именно занимается объединение многодетных семей, расскажем в следующем материале. Взаимовыручка и общение. Для этого когда-то и возникло объединение многодетных семей Рязанской области. За годы число участников достигло уже девяти сотен человек. Общественное движение организует мероприятия, конкурсы и мастер-классы, ставя свои задачи поменять стереотипное отношение общества к многодетным семьям. И за пять лет кураторам объединения это удалось сделать, считает руководитель мира семьи Елена Коновалова. Мы не кичимся тем, что мы многодетные. Вот как раз мы создали объединение не для того, чтобы заходить с пинка в какую-то дверь и кричать «Мы многодетные, нам обязаны», а для того, чтобы наоборот детям показывать, что можно, ну, одна семья вот так живет, другая вот так. Например, кто-то на старшего ребенка большую нагрузку кладет, и он говорит, я больше никогда не буду многодетным. Я нанянчился, вот. А потом они объединяются в другой семье, и он видит, слушай, а в другой семье не так. Можно, оказывается, быть многодетным, но это по-другому. Тогда я хочу детей, тогда, да, мне нравится быть с детьми, но вот если вот так дети будут жить, мне нравится. И вот эта вот даже между многодетными информированность, она очень такая серьезная и меняет взгляды. За годы существования объединение многодетных семей расширило свою сферу влияния и перестало быть чисто информационным. Уже четвертый год Мир Семьи организует городские мероприятия, встречи, мастер-классы по профориентации для подростков. Правда, конкретной локации, где многодетные родители собираются, пока что нет. Взаимодействие происходит в основном в группе социальной сети. Кстати, Мир Семьи привлекает и профильных специалистов. Если кому-то из участников объединения многодетных, нужна помощь. У нас есть на постоянной основе остеопаты два, которые принимают наших многодетных, да. У нас сейчас некоторые специалисты тоже подключаются, вот там, заканчиваются. Наши многодетные, как это получается, наши многодетные мамы где-то отучиваются или получают какую-то квалификацию, или вдруг у них включается, что мне вот остеопат помог, а как же я же тоже могу помочь, да. Там логопед, например, подключается. Иногда бывает такое есть. Вот так, чтобы это сидело в каком-то кабинете на постоянной основе, такого у нас нет. Сейчас в группе объединения многодетных семей проводят конкурс «Счастливое детство», итоги которого станут известны уже в преддверии Всемирного дня защиты детей, который отмечают 1 июня. Состязание детских рисунков за четыре года стало традиционным. Творческий конкурс проходит в трех возрастных категориях, и принять в нем участие могут все желающие – до 18 лет. А положение о конкурсе можно найти в официальной группе ВКонтакте «Объединение многодетных семей». Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». В Рязани прошел очередной конкурс «ЮИД – это здорово». В соревнованиях приняли участие команды из общеобразовательных организаций города Рязани. Победители будут отстаивать честь города на региональных соревнованиях. После – на всероссийских. В городском конкурсе «ЮИД – это здорово» участвуют 14 команд. Мы решили попробовать свои силы в этом состязании и пройдем вместе с другими командами практически все этапы. Первая станция называется «Знаток ПДД». Как несложно догадаться, здесь проверяют знания правил дорожного движения. Тесты двух видов – для команд помладше и постарше. Берем сложный уровень. Тесты для больших ребят – 13-14 лет. Вопросы про велосипед, правила очередности проезда перекрестков – какие-то даются довольно легко. А вот остальные – нет. Командам проще, они к конкурсу готовились. Мы же пришли, так сказать, покорять все с наскока. 10 вопросов, на каждый из которых дается по 30 секунд. Справились быстрее положенного времени. Посмотрим, сколько набрали верных баллов. Экзаменаторы, сотрудники госавтоинспекции считают наши промахи. Пару минусов накопилось. Зато за каждый плюс по 2 балла. Итог – 12. Это был проходной балл для моей команды, или я завалил? Это самый наименьший балл из тех, кто сдал. Новости неутешительные, но впереди еще три станции. Знание основ ПДД мы сдали. Теперь у нас следующая станция – знание основ оказания первой помощи. Ну, попробуем. Билеты здесь тоже двух видов. Для команд помладше – полегче, и для команд постарше, как водится, куда сложнее. Здесь у нас присутствуют разные вопросы по тематике оказания первой медицинской помощи в случае экстренной помощи, связанной с автомобилем. Снова садимся отвечать на сложные вопросы для старших команд. Без подготовки, честно сказать, это сложно. Например, вспомнить, как правильно называется повязка, которую накладывают при повреждении затылка, было сложно. Но раз на весь билет дается три минуты, медлить нельзя. Где-то отвечаем правильно, где-то угадываем. В общем, идем к экзаменатору. Шесть вопросов. Снова справитесь быстрее положенного времени. Ну, посмотрим, как на этот раз. В теории результат хуже. Только половина верных ответов. Осталось практическое задание. Билет номер три – экстренная помощь при открытом переломе. Что вот из этого предложенного можно применить для того, чтобы оказать помощь человеку, облегчить его состояние при открытом переломе. Сбивчиво отвечаем практически верно. Итак, правильный порядок такой. В первую очередь, да, при наличии кровотечения наложим, да, как вы говорили, жгут, да. Опять же, это при артериальном кровотечении, да, выше места кровотечения. При венозном кровотечении давящая повязка накладывается, да, и вызовем скорую медпомощь, да. Ну, возможно, стерильные повязки мы тоже наложим, чтобы, да, на место кровотечения. То есть я, в принципе, был прав, что жгут и скорая. Да. Как итог, результат не то чтобы отличный, но посоревноваться еще можно. Однако, по сравнению с командами, которые к этому конкурсу готовились, они все еще на несколько баллов нас опережают. И еще один конкурс – самый красочный – автогородок. А это самый насыщенный этап автогородок. Подходящего велосипеда для меня не нашлось, поэтому просто поговорим об этом этапе. Что у нас здесь происходит? Конечно, для сотрудников госавтоинспекции важнее всего, чтобы ребята не только знали правила дорожного движения, но и умели их применять именно на практике. И вот именно на автогородке ребята показывают свои практические навыки вождения велосипеда. Они должны проехать определенный маршрут, соблюдая все требования правил дорожного движения. У каждого в команде свой маршрутный лист. Задача проехать по контрольным пунктам как можно быстрее и правильнее. А штрафные баллы тут можно получить за все. Не показали знак остановки или поворота рукой, пересекли линию разметки, не спешились с велосипедом на железнодорожном переезде. В общем, это самый сложный и в то же время интересный этап. На старт! Внимание! Марш! Со всеми заданиями ребята справляются куда лучше. Они к этому конкурсу готовились. Их задача сегодня продемонстрировать свои навыки знания ПДД. Иначе говоря, победить. Лучший из лучших отправится на областные соревнования, а следом на всероссийские. А там расчет уже только на победу. А теперь криминальный блок. Речь пойдет о преступлениях, совершенных на фоне незаконного присвоения чужих средств. Прокурор Ряжского района Максим Камягин поддержал гособвинение по уголовному делу в отношении 28-летнего жителя Ряжска, обвиняемого в убийстве. Установлено, что подсудимый, имея дружеские отношения с потерпевшим, одолжил у него денежные средства, которые через какое-то время последний потребовал вернуть. В связи с невозможностью возврата денежных средств и возникшего на этой почве конфликта между мужчинами, произошла ссора, в ходе которой осужденный взял из багажника фрагмент металлической арматуры и нанес им несколько ударов по голове потерпевшего. От полученных ранений последний скончался. Только спустя два месяца тело погибшего было обнаружено в лесополосе района. Суд назначил наказание в виде лишения свободы на 8 лет 10 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Сасовский районный суд Рязанской области с участием государственного обвинителя рассмотрел уголовное дело в отношении 20-летней местной жительницы. Она признана виновной в совершении кражи с незаконным проникновением в жилище с причинением значительного ущерба гражданина. Установлено, что в декабре прошлого года подсудимая пришла в квартиру пенсионерки и представилась работником газовой службы. Она прошла на кухню, а затем проследовала под предлогом телефонного звонка в комнату, откуда похитила принадлежащие денежные средства в размере 80 тысяч рублей. Суд признал ее виновной и назначил наказание в виде лишения свободы на два года условно с наложением дополнительных обязанностей на период испытательного срока. Ученые зафиксировали на Солнце вспышку самого высокого класса Х 14 мая в 19.50 по Москве. Об этом сообщили в Институте прикладной геофизики. Для метеозависимых это означает возможное ухудшение самочувствия в ближайшие дни, а для романтиков – высокую вероятность северного сияния в центральных регионах, в том числе и в Рязани. Волшебные огни, которые загораются на небе, северные сияния, аврора – все это имена одного явления, которое стало визитной карточкой северных широт нашей планеты. Однако в последние годы явление стало регулярно наблюдаться и в наших краях. Наблюдать явление можно в ясную погоду на незасвеченном небе. Появились даже охотники за северным сиянием. Существуют группы в социальных сетях, где таковые объединяются, выбирают точки для наблюдения, следят за прогнозами. Но частенько сияние попадается людям на глаза совершенно случайно. Был в деревне вечером, уже собирался домой в Рязань, вышел на улицу, увидел, что что-то интересное светится со стороны севера. Подумал, наверное, это северное сияние в магнитной буре класса G4. Как правило, спецэффекты на небосводе видят жители севера. За сиянием специально едут в Мурманск, на Териберку, чтобы посмотреть причудливые световые шоу, устроенные солнечным ветром. В Рязани, Москве или Петербурге подобная большая редкость. Так было еще недавно, но не теперь. Когда вспышки на солнце происходят часто, а они и являются причиной того свечения, которое наблюдаем мы здесь, на земле. На солнце случилась очередная вспышка. По сравнению с теми вспышками на солнце, которые постоянно происходят, она была достаточно мощная. Произошла на севере магнитная буря, нарушение радиосвязи, как это обычно бывает. А те протоны, которые достигли нижней атмосферы Земли, они ионизировали молекулы кислорода. Кислород начал светиться. Он светится в двух цветах, в зеленом и в красном. В сентябре 21-го года была примерно по мощности такая же вспышка на солнце. Там вопрос в том, что вспышки на солнце достаточно часто происходят, но не всегда солнечное вещество, солнечный ветер попадает в землю, может и мимо пройти. Кстати, зафиксировать редкое явление сейчас позволяет любой смартфон. Поставил я телефон на крышу машины, сделал выдержку несколько секунд и увидел красное зарево в зеленой переливе. Все это было очень классно. Длилось это, наверное, все действие не больше полчаса и потихонечку сошло на нет. Когда в следующий раз можно наблюдать подобное на Рязанском небосводе, подскажут прогнозы. Смотрите внимательно. На этом у меня все новости к настоящему часу. С вами была Марина Романюк. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова